Ты глянь! Вот старый весик, рухнет какая-то! Всех приветствую! На днях купил велосипед вот этот, ну как на днях, уже наверное пару недель назад. Когда покупал, видео у меня есть на канале, колеса были спущены оба. Вчера думаю, надо посмотреть что-то вообще реально с колесами. Да и вообще полностью продиагностировать. Заднее колесо накачалось, все нормально. Даже немного восьмерку вывел. Спицы одной нету вот здесь, ну не буду я ее делать. По уму, конечно, разобрать лучше. Как бы покрышку снять, потому что камера, смотрите, как установлена. Сосок, видите, криво стоит. Это не есть хорошо. Ну а пока так, главное дело проверить. И что у нас с передним колесом? Вчера беру насос, начал качать. Качаю, думаю, что вообще воздух туда не идет. Оказывается, смотрите, пипка полностью от камеры вырвана. При покупке я этого не заметил. Так что, когда будете покупать, смотрите все повнимательнее, если колеса спущены. В общем, что нам требуется? Нам требуется сюда новая камера. Сейчас мы едем на рынок и, наверное, купим новую камеру. Уже чтобы под автомобильный сосок, как вот здесь. Камера здесь не советского периода. Здесь еще СССРовская была. Доброе утро. Здрасте, здрасте. Камеру мне надо на советский велик, на большой. Есть и рубль. Вот это? Да. Нормально? Давайте я вам даю. Вот, видите, вот такая. Нет что-нибудь засунуть? Сейчас, сейчас, я пока сюда. Ладно, спасибо. Давайте, она. Сейчас снимаем переднее колесо. Вчера ездили на рынок, купил камеру. Новую взял. Наша. Вот такая еще. Мадрин Россия. По крайней мере, не китайская. Хотя, не факт, что лучше. Гайка отвратительная стоит здесь. Ну, что поделаешь. У меня, по-моему, нету. Так, все. Колесо сняли. Сейчас быстро разбортовываем. Так, раз, отвертка. И вот такой ключ. Ну, и хватит я тут. Открутится, нет? Надеюсь, что открутится. Нифига не идет. Это у меня там сосед опять что-то пилит постоянно. Ну, раньше на соисках делали, да? Контрак, гайка. Если чину, правда, если чуть провернула, эту, как она называется, камера, то все отрывало нафиг. Вот она, видите? Офигеть. Интересно, советская еще или нет? Тоже уже вся потрескалась, смотрите. Вон что. Что-то без опознавательных знаков. Какая-то английская буква. Наверное, уже китайская. Нифига не оригинал. Как так вырвало, непонятно. Сосок. А так, вроде, в принципе, даже неплохая. Ладно, заплатки пойдет. Что, все хорошо, в принципе. Ничего тут такого прям. Сейчас проверю. Гвоздей там нету каких-нибудь. Все, она уже, короче, покрышка эта. Хотя, чисто только резина сверху, а там курт целый. Походит еще, короче. Правда, мне тут подгон сделали. Вчера еще не показал на камеру. Я вчера на рынке, когда камеру покупал, мужичок-то услышал меня там рядом, стоял. Говорит, надо тебе колесо. В общем, подарил нам колесо вот такое вот. Тут покрышка, огонь. Даже колесо все прям классное. Классное. Ни спицы, ни ржавые, ничего. И покрышка. Мана Ин УССР. Видите? Гост, все дела. И она не потрескавшаяся. Так что вот такой вот у меня вчера подгончик мне сделали. Так, где у нас? Начнем отсюда. Ну, почти забортовал. Чуть-чуть осталось. Разбирать я каретку мазать не буду. Если сейчас не продам этот велик, то весной переберу. Сейчас ну ее нахрен. Просто даже в лом. Так. Ребят, вот такими острыми отвертками забортовывать лучше не стоит. Я просто уже наученный. Поэтому, как говорится, как профи уже делаю. Но кто первый раз делает, не советую. Камеру проколите на раз прям. Все. Так, пока хватит. Надо, чтобы она выпрямилась. Сутки простоит, потом подкачаем. Все, друзья, колесо установил. Так, теперь что нам нужно сделать? Нужно выровнять, чтобы вот здесь вот, если видно на камере, вот здесь вот, чтобы колесо не задевало. Вон, видите, как. Да, нормально такое. Восьмерин. Слышите? Сейчас сделаем. Так, где у нас тут самое плохое-то? Во. Чук. Все, ничего не задевает. Все четко. Восьмерина, конечно. Блин, была еще хуже, но я не знаю, как ее выправить. Надо ключ хороший, а у меня нет. Нету. Все. Сейчас педаль разберу. Она вообще не крутится, короче. Так, гайки раскрутили. Теперь надо разобрать ее. Что-то грязь какая-то, блин. Ой, тут вообще смазки нету вообще-то. И какой-то тут гудрон или что-то такое, блин. Так, ножичек бы мне. О, ножик. Ключик на 12. Сейчас, наверное, все шарики, блин, посыплются. Так, а, все. Кирдык, короче. К подшипнику, все. Этот нормальный, а этот все. Улетели, короче, шарики. Я сейчас не найду их. Еще весь подшипник рассыпался. Что делать? Что делать? Блин, рукожоп, а. Ну что, ребят, рукожопство зашкаливает. Знались, что шарики посыплются, и что у меня нет такого подшипника. Посмотрел, есть подшипники на заднюю ось, и в каретку есть, и в руль есть, а вот в педали нету. Потому что редко когда в педалях подшипники менял. Вот такой вот у меня есть мощный магнит, не один ивый. Благодаря ему тут ползал, блин, минут, наверное, 20. Короче, нашел все шарики. Один упал в сидушку хорошо. Остальные вот здесь вот скатились в траву. Сейчас будем собирать подшипник. Блин. Если бы не этот магнит, все, не нашел бы. Так что, когда будете разбирать, всегда ставьте какую-нибудь тряпку или какую-нибудь посуду. Для особо одаренных велосипед я собираю чисто, чтобы поставить его на ход. А не то, что там многие пишут, да, там, реставрация. Какая нахрен реставрация? Просто делаю так, чтобы на нем можно было куда-то передвигаться и ехать. Не более того. Потому что этот велик в этот вкладывать еще денег нет смысла. За 800 я его купил. 500 мне обошлась дорога. 200 рублей камера. То есть это уже полторы тысячи. Хорошо сейчас это я сам тут все сделаю. Плюс надо еще где-то ключ искать. Все равно восьмерку эту бы, конечно, выправить. Сейчас немножко обработаю. Хоть как-то, блин. Все хорошо. Так, теперь нужно что сделать? Нужно нам собрать этот подшипник. Да, я хоть немножко, блин. На нем кошмар рожавчин. Он, блин, стоит, ребят, 10 рублей или 20 вот этот подшипник. Просто мне ехать за ним, блин, через весь город, как-то смысла не вижу. А бойма еще, в принципе, в нормальном состоянии. Поэтому я ее сейчас соберу, и она огонь будет. Че. Конечно, кто будет собирать для себя, вы... Лучше, конечно, новый поставить. Ну, сейчас новые запчасти тоже такие, знаете... Хрен за мной. Иногда лучше вот так вот собрать, блин. Дольше ходить буду, чем новые. Я вон себе велик собирал. Поставил подшипники в каретку. Через три дня нахрен развалились. Еду, такой скрежет в педалях. Хруст. Понять не могу, думаю, что такое, блин, все новое же стоит. Разобрал каретку, а там фарш. От подшипников ничего не осталось. Так что поставил себе, короче, пром-каретку на пром-подшипниках. И нахрен забыл. Чем вот эту вот порнографию ставить. Шарики установили. Теперь что нужно сделать? Нужно немножко поджать обойму. Чтобы шарики не выпадали. Так не перестарайтесь, а то они крутиться не будут. Тут тоже кошмар, что творится-то. Уже стружки металлические там. Целые города. Смазка, видите, как кирпич уже. По идее, его бы весь бы разобрать. И промазать как следует велосипед. Получается вот так, да, ставим? Ну, четенько все. Конус. Конус затягиваем сначала до упора прям, чтобы подшипники на место встали как-то нормально. А потом, не знаю, там, пол-оборотика назад. Все. Чтоб люфта не было и чтобы четенько село все. Начала крутиться. Собрали. Сейчас, короче, пройдемся по косякам. По данному велосипеду все расскажу. Ну что, ребят, велик, в принципе, готов. Сейчас супруга выйдет, его протестирует, прокатится. Поговорим о минусах данного велосипеда. Во-первых, парами очень много, где краска уже слезла. Очень много таких мест. Вот, например, вот здесь вот. Так. Дальше, смотрите, обод. Очень много ржавчины. Даже спицы начали ржаветь. Покрышка. Ну, уже такие есть трещины, прелости. Вот как здесь, смотрите, видите. Это чисто сверху. Внутри корт все целый. Дальше погнали. Крыло. Вот этот хром. Или как это называется? Никель. Тоже уже есть ржавчина. Есть вмятина на крыле. Есть небольшие заломы. Что с этой стороны, что с этой. Заднее колесо также имеет ржавчину на ободе. Нет одной спицы. И у него восьмерка. Если вот так поставить. Багажник. Также, видите, он облез. Краска полопалась. Но его изогнули. Он немножко деформирован. Не знаю, что на нем возили. Обмятины также на крыле. Но заднее крыло можно спасти, вытянуть. А переднее уже показал. Видите, заломы есть. Тут трещины. И здесь вот еще один залом. Ручки родные. Но лучше поменять. Руль также немножко в ржавчине. Седло. Седло у нас в принципе в очень хорошем состоянии. Тут какой-то небольшой порез. Ну и так. Оно не порвано. Ничего. Дальше что? Его надо весь разбирать. То есть перебрать каретку. Вернее, всю промыть. Заднюю. Среднюю каретку надо перебрать. Какую-то педаль. Эту я, по-моему, перебрал. Тут тоже не перебирал. То есть ее надо тоже так же смазать. Рулевую колонку смазать. И переднюю каретку тоже надо смазывать. Дальше на бардачке нету одного хлястика. Тут порвано. Ну, кстати, в бардачке что-то есть. Даже не смотрел что-то. Ха-ха-па-на. Какая-то веревка непонятная. И еще, смотрите. Офигеть. Вот это бонус. Зай, ключ. Причем он какой-то... Средный ключ? Да, семейный. Он какой-то, знаешь что? Он какой-то как будто не советский. Уже как будто наводил какой-то. Ну, как-то не так. Какой-то не такой. Да. Ну, вот, ребят, вот такой вот велик получился. Полностью на ходу. А кто-нибудь из вас помнит, как мы в детстве под рамой ездили? Или не помнит? Кто помнит, напишите. Я вот лично гонял. У меня дедушка жил рядом. Ну, не мой, а вообще. У него был тоже аист велосипед. Черного цвета такой. С фарой, с динамкой. И вот я у него все время брал и как гонял. А потом мне родители купили Суру. Новую. Из магазина. Из магазина. В эти выходные на рынке купил вот такую вот фару. А здесь есть крепление. Правда, оно изогнуто. Я, наверное, это крепление сниму. Вот такая вот фара была. Все, сейчас прокатимся. Посмотрим, как он себя чувствует. Едет нормально? Тормозит? Да. Ну-ка, развернись. Аккуратнее, машина. Так, что у тебя скорость-то? Что ты тормозишь-то? Сася, что-то вот. Так ты чего на сидяшку-то не садишься? Высоко. Высоко? Зая, машина сзади? Все, давай, поворачивай. Налево. Все, тормози. Ясно, и был себе. Ну все, друзья. Вот такой вот велик. Был не на ходу. Теперь он полностью на ходу. В рабочем состоянии. Требуется у него смазка. И немного довести до ума. Ну там, по желанию. Спасибо, кто смотрел. Всем мир. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok